а вот мои колокольчики да обратила вот там наверху вот видите из большого маленький да 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 плаке керамический да да а в ярославле никто же помнить какие-то не расслабля колокольчик я знаю еще есть культ такой в японии колокольчик да тут где то есть японцы я был сын врагов народа поэтому мне особенно выбирать нельзя было но потом туда отправился вот есть там с этим не было проблем что да с биографией ну что нет я пошел добровольно я добивался чтобы меня взяли раньше срока мы с друзьями ходили и требовали они надоели военкомате нет ноги не вернулись на каком фронте на северном кавказе я ранен под моздоком был декабре 42 года то есть для вас эти места то они что что я недавно встретился с одним лейтенантом который был в чечне в плену который ранен был под моздоком я спрашиваю а где куда вы были ранены в ногу декабре под моздоком я говорю ну давайте вашу руку я тоже ранен под моздоком он меня посмотрел дико что-то он там меня не встречал в общем как-то его странно показалось я говорю но в 42-ом году только давайте вот мы к нашей главной теме вернемся вот мы услышали стороной что вы написали стихи сейчас но вы еще не знаю о чем речь идет хотелось бы их послушать главное не только нам и телезрителям да вы знаете я не знаю насколько эти стихи вообще можно сегодня то есть они могут и нужны но это такие пессимистические стихи я даже не знаю стоит ли их с экрана публиковать то есть сейчас наступили такие времена когда какие стихи только рождаются ну и такие тоже да ну то есть если сравнивать у вас слава богу опыт большой то есть наступает время которое для поэзии опять приходится каким-то таким высоким языком нет 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 ничего я в стол не пишу эти стихи наверно будут опубликованы в журнале знамя но с экрана как-то мне их афишировать как-то не очень удобно понимаете я могу прочитать но я думаю что то что вам покажется да только мне нужно взять да пожалуйста мы вас хотя пристегнули но можно а микрофоном передвигаться нет да да пожалуйста сейчас я посмотрю где где-то лежали а там они в редакции уже есть допустим 的 вот вот и мы он у а и Так, ну хорошо, я прочитаю их, да? Да. Мне русские милы из давней прозы И в пушкинских стихах Мне нравится их лень и смех И слезы, и горечь на устах Когда они сидят на кухне старой Во власти странных дум И в горький рок подзвучены гитары Насмешлив и угрюм Когда толпа внизу кипит и стонет Что гордый ум и честь Их мало так, что ничего не стоит По пальцам перечесть Мне по сердцу их вера и терпения Неверия и раж Кто знал, что будет страшным пробуждение И за окном пейзаж Что ж век иной Развеяны все мифы Повержены умы Куда не посмотреть все скифы, скифы Их тьмы, тьмы, тьмы Я с грустью озираю землю эту Где злоба и пальба И кажется, что русских больше нету А вместо них толпа Ну вот, вы знаете, а после этого Надышишься вот так Москвой Насмотришься телевидение Начитаешься газет Потом едешь в провинцию Российскую И оказывается, что Общество более цельное Там К счастью Вот То есть у нас здесь в столице уже Да, в столице это уже не показатель Да, совершенно Это такой глубок противоречий Политических интриг Дрязг Вот И потом вот так все откровенно Потому что Вообще общество наше Да, очень низком уровне культуры И это все особенно заметно Это все особенно заметно А вот сейчас Вспоминается вам Вот как раз военное это время Тем более вы говорите В Моздоке сейчас это все Да Опять сводки военных действий И как вот вы Себя сопоставляете с теми солдатиками Которые с экрана вот стоят Или даже уже лежат К сожалению Иногда там Нет, вы знаете Я никаких сопоставлений не провожу А мне это немножко дико Потому что Тогда мы Мальчики Совершенно сознательно Не в поисках приключений Отправились Защищать страну От напавших на нее фашистов Будем так говорить Ну теперь Когда ради каких-то политических Интересов Или еще хуже Ради попытки прикрыть Свои собственные ошибки И неудачи в политической жизни Отдан приказ Россиянам Расстреливать россиян И грабить их И уничтожить женщин и детей Я не знаю Никаких оправданий не может быть Не может быть И все эти разговоры Когда я вижу по телевизору Выступления всяких генералов Я вижу перед собой Ничтожных людей Совершенно Просто Советских военных Привыкших ко лжи К удобному креслу И ради этого готовыми Готовых и врать И делать что угодно И вообще я понял В последнее время Что К сожалению Советская власть продолжается Под новыми лозунгами Она продолжается Вот А как в этом тут есть Вот закономерность Что вот сменилось Поколение фронтовиков У нас и в руководстве И в руководстве Армии То есть люди которые Хотя бы Им было с чем сравнивать А вот сейчас пришли Новые Вот в кавычках Конечно Конечно Мы же всегда плохо Помним свое прошлое Это наша болезнь Специфическая Мы плохо помним Прошлое Мы не учимся На ошибках И у нас сейчас Главенствует опять Наша старая Печальная Алось 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 Знаете Я сейчас вспоминаю В связи с этим Не относящийся к войне Маленький эпизод Лет 30 тому назад Был у нас в союзе писателей Такой поэт Василий Журавлев Поэт маленький Человек ничтожный Но рвущийся К власти Так сказать Писательской И тогда появились Только Евтушенко Вознесенский Ахмадулина Юные Совсем И он всеми выступал В газетах И их травил И лил Помои на них И однажды Я ему сказал В Доме литераторов Я говорю Ну что ж ты Говорю Их помоями поливаешь Ты же видишь Прекрасно Что они талантливые люди И что будущее За ними Он сказал Верно Но мы пока Накомандуемся Вот все Совершенно откровенно Я думаю Это относится И к нашим Генералам И к нашим Политиком А вот Тогда Вроде бы Был режим Как наверное Вы сейчас Сами считаете Тем более У вас пострадали Родители Как бы такой Навязанный Антинародный Тем не менее Люди И в частности Так сказать Искренне Защищали Тогда страну А сейчас Наоборот Другая крайность Якобы Ну да Как вы считаете А защищать-то его Не хочется Да Вы знаете Дело в том Что Дело в том Что Россия всегда Жила Под руководством Хозяина Барина Царя Вождя Генсека Это уже В психологии К этому Привыкли Вот в те времена Был Твердый Вождь Можно было Пожаловаться Можно было Похмыкать Попросить Помощи Иногда Давали Действительно Чтобы Не устраивать Публичного Несчастья А теперь Жаловаться Некому А психология Осталась Прежняя Вот и Вспоминаются Эти добрые Времена В кавычках Естественно Это Я никого Не осуждаю А вот Как этим Толдатам Будет Потом Вот Вы Я вижу Все-таки Так сказать Не без Гордости Вспоминаете Фронтовое Прошлое Сейчас Под Моздоком А каково Им будет Своим Рассказывать Внукам С кем Они воевали И так далее Все будет Зависит от того Как они Воспитают Своих Внуков Если В своем Духе Внуки Будут С удовольствием Воспринимать Их Боевые Воспоминания С удовольствием Но я надеюсь Что все-таки Конечно Не сразу И конечно Не без труда Но Когда сменится Несколько поколений Вырастут Другие люди Не несущие На себе Этого рабства С новой Психологией Обстоятельства Заставляют Что бы Там Не делать Вот А вот Вам не кажется Что был Какой-то момент Когда люди Выросшие Вот мне Рассказали Замечательный Анекдот О новом поколении Вот Пятилетнего Вовочка Спрашивает Вовочка А ты знаешь Кто такой Чапаев Он говорит Знаю Кто Негр Как то есть Негр Почему А он С белыми Воевал Ну Я имею Ввиду Что Люди Выросшие Вроде На ваших Песнях Они бы Не стали Там Воевать А то Чуть Чуть Как-то Упустили Вот это Но Я даже Не пойму Как это Объяснить Что сейчас Ну А насчет Моих песен Не будем Говорить Я не Сомневаюсь Что там И среди Молодежи Есть люди Которые Страдают Не сомневаюсь И когда Я там Не был Я вижу По телевизору Часто Снимают Вот Показывают Я вижу Лица Не тех Кто Говорит И высказывается А просто Лица Я вижу Страдания Во многих Глазах Вижу Ну У них Такая Ситуация Когда Они не могут Не имеют Права Открыто Возражать Сомневаться Выражать Свои сомнения Но я вижу Страдания В глазах Вижу Вижу А вот Там Под Моздоком Тогда Это же Потом были Так сказать Репрессированные Полностью Края И Ингушетия И Чечня Вот тогда Во время войны Чувствовалось Что это Закончится Все Даже если Оттуда погоним Врага А все равно Тогда Во время войны Нет Когда я там Был еще Репрессированные Не были 42-й год Еще Они не были Репрессированные Часть из них Воевала Нормально И в общем Это был Наш народ Так сказать Вот И никто Помыслить Даже не мог Что это Произойдет А потом Произошло Видите Как это Просто Вместо того Чтобы вести Длительные Переговоры Да еще С таким Маленьким Но трагическим И сложным Народом Трудные Переговоры Длительные Очень Может быть Потратив На это И усердие И деньги Я не знаю Просто Все по-советски Решается Просто По-пролетарски А ты Со мной Не согласен На вот Тебе По роже И все А сейчас Я не сомневаюсь Хотя я вижу Убогость Там Грачева И всех их Я вижу Какие-то Убогие люди Вижу И сейчас Они может быть Понимают Что они Неправильно Поступили И совершили Даже ошибку Но они Никогда Не признают Это Никогда В том-то Вся и беда Конечно Понятие Совести Благородства Ничего Этого нет Ничего Ничего То есть Вы считаете В новый век Вступит все-таки Поколение Вот как Вы смотрите Печально На наше поколение Кто в нем Так сказать Играет Первую скрипку Все-таки Это нормальные Люди-то выросли Или все-таки Вот там Нет-нет Еще Пока несут На себе Груз Всего этого Несут Несут Пока Они несут Но Видите ли Люди Которые создавали Советскую власть Они были И преступниками Может быть И слепыми людьми Но они были Бескорыстными И честными Людьми Они хотели Чтоб я был счастлив Правда Они меня не спрашивали Что мне для этого нужно Для счастья Они уверены были Что они правы В этом их беда И преступная Проявления Конечно А нынешние Это циники Циники Которые готовы Произносить любые Лозунги Либо Лишь бы Устроиться Поудобнее Вот разница Ну и такой вопрос Традиционный Вот Вы знаете Арбат В разных его Так сказать Ипостасях Вот сейчас Нынешний наш Арбат Он чуть-чуть Символизирует Наше все время Хотя Палатки с него Уже Неплохая улица Вот Я уже тысячу раз Это повторял Я с архитекторами Говорил Которые это делали Я говорю Ну зачем нужно было Уничтожать Арбат Они говорят Ну почему Хорошая улица Получилась И вот приезжают Из Бирилева Им нравится Я говорю Ну и построили бы В Бирилеве Зачем нужно было Эту улицу Разрушать Ну А это опять Ведь все сводится К чему Вот Там сидит Кто-то В массовете А его приятель Архитектор Ему надо Проявить себя Как-то Договорились А кто-то там Фонари умеет делать Да Он свое Туда внес Одна компания Теперь мы говорим Мафия Да Ну вот и все А потом подводится Философское обоснование Конечно Потом Ну то есть Вы считаете На этой улице Кто-то сейчас Вырастут Нормальные люди На ней Кто-то там Еще живут Живет Да Живут К сожалению Да У меня есть там Знакомые Они в общем Они мучаются Конечно Им неприятно Это все Вот Ну сейчас Слава Богу Хоть убрали эти Ну Всякую торговлю Там Но все равно Осталось Вот попробуйте Поживите там Летом Откройте окно И со всех сторон Это музыка Да Может быть Вы любители этой музыки А если вы не любители Как быть А у вас окна были на улице Нет Одно Да Одно окно Два окна было на улице А два во двор Ну то есть Вот так Образно говоря Если это признак Нашего времени То лучше бы Оно и не наступало Да Главный признак Нашего времени Не только Нашего времени У нас Это неуважение К личности Он и его братья И сестры Все Были совершенно безумные Фанатичные Революционеры Ион Ион Нет большевики Ну вот часть братьев Был брат меньшевик Но они любили друг друга И жили вместе И обожали друг друга По-грузински Но были принципиально На разных позициях Находились Ну тех тоже репрессировали Всех расстреляли Просто расстреляли И все Шесть человек Ну так сказать С разными Отсрочно друг от друга Или одним процессом Но первого брата Расстреляли в конце 36-го года А остальных В 37-м году А сестра Вот был такой Грузинский поэт Галактен Табидзе Да Она его была женой Ольга И Ее арестовали Тоже в 37-м Но ее не расстреляли Она находилась В Орловской тюрьме А потом В 42-м году Ее расстреляли В числе других 300 Вот Мария Спиридонова Там была И вот их расстреляли В 42-м году Раковский Да-да В 42-м году Когда немцы подходили Да-да-да А они все реабилитированы Да-да-да-да-да-да Да, в 56-м, с 56-го по 60-й вот так этот процесс реабилитации шел. А как вы думаете, вот те времена могут вернуться? Вот вы застали еще время надежд, люди, вот ваши родители жили и считали, что все и вам счастье, они готовят. Да, да, да. И тем не менее все так повернулось. Вот сейчас нет у вас ощущения, что это все еще вернется? Нет, ничего не может вернуться в прежнем виде. В новом качестве каком-то может возникнуть что-то похожее, подобное, напоминающее. Конечно, конечно. Общество нестабильное, общество не умеет самостоятельно мыслить. Общество, привыкшее к тому, что на него не обращают внимания, им не интересуется. Каждый думает о себе. Конечно, все может быть. Но с другой стороны, я надеюсь, что теперь для новых этих властей большую роль играет все-таки мнение мира. Играет. Ну, чисто экономическую, может быть, понимаете. Вот. И, конечно, они будут притворяться, делать вид. В общем, не позволят, конечно, такому бесчинству возникнуть, как было. Конечно, нет. Но тем не менее... Ну, при Брежневе тоже не было ведь. Не было. Но были другие формы. То психушки были, понимаете. То еще что-то такое. Были другие формы борьбы. А сейчас нашли замечательный способ не обращать внимания на инакомыслие. Вот, кричи, что хочешь. Пожалуйста. Сколько угодно. Когда была война в Афганистане, вы как-то вот удавалось на нее отреагировать? Может быть, вы как-то пытались... Ну, или ваши друзья? Или не хотелось про это вообще говорить? Не хотелось. Не хотелось. То есть, понятно было, что ничего не поможет. Нет, у меня были какие-то... У меня есть песни такие. Я не могу сказать, что специально об Афганистане. Но были песни, такая вот, «Римская империя времени упадка». Там было об Афганистане. Намек такой был. Горький намек и смешной. Ну, пытались как-то высказаться. Ну, в общем, поскольку вот вам-то есть с чем сравнивать, и вы повидали и ту войну, и эту, поэтому, конечно, люди-то от вас хотят услышать, что... Как ее воспринимать-то нам сейчас, нашу страну, и эту войню? То есть, нам пытаются внушить, что это в наших сломенях... Ну, конечно, конечно, а как же иначе? А что еще им остается делать? Конечно. Да и не нам пытаются внушить. Пытаются внушить людям темным, не умеющим мыслить. Пытаются внушить, чтобы было относительное спокойствие. Вот и все. Они прекрасно знают, что меня они ничего не внушат. Вот, потому что я уже собаку съел на этом всем, и я все это прекрасно понимаю. Ну, пытаются, а как же? Просто какие-то рухнули надежды. Вроде бы года два или, может быть... Ну, а вся наша жизнь состоит из крушения и возникновения надежд. Потому что без надежды жить нельзя. Маленькие надежды, большие... А вот без надежды? Нет. Все равно у меня есть надежда. У меня есть надежда. Вот мелочь такая, понимаете? Мелочь. Ну, не относящаяся к войне. И приезжаю в Сибирь. И мне рассказывают, что вот в течение трех лет приезжают самые крупные знаменитости мировые выступать. В зале 15 человек. А последний год сплошные аншлаги. Понимаете? Вот такие мелочи. Или я встречаюсь с библиотекарями. Старые, нищие, несчастные совершенно. Влюбленные в свои книги. Ничего не видящие кругом. Только вот это. Только это. И старающиеся всем навязать свою любовь к книгам. Вот на этом все будет держаться. Только на этом. И с помощью этого мы выкарабкаемся когда-нибудь. С помощью вот этих людей. Понимаете? То есть они были в тех тридцатых... Конечно, конечно. Вот наша культура, говорит, умирает. Ничего она не умирает. Она, может, не сказать, вступила в тень перед тем, что происходит. Но она существует. Потому что если умрет культура, и вымрет народ, и вымрет нация. Она не умирает. А нам есть единственное средство, которое еще позволяет нам существовать. То есть не стоит обращать внимание на эти превходящие обстоятельства? Нет, нельзя не обращать внимания. Мы же все граждане. Мы же в этом варимся. Это нас колет. Мы кричим от боли. Это другое дело совершенно. Но мы все-таки не должны терять надежды. И самое главное, мы не должны терять человеческого достоинства. Понимаете? В любых ситуациях мы должны быть людьми. Мы должны уважать окружающих. Не только себя. Ну, этому бы еще надо и поучиться. Ну, конечно. Конечно. Ну, что же делать? Ну, что же делать? Ну, ну. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...